Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Шмот. И тема сегодняшнего урока – это начало проабощения евреев в Египте. Говорили мы на прошлом уроке, с чего все начинается, откуда корни этого события, проабощения, о том, как появился новый царь в Египте, о его опасениях, почему он начал думать плохо о евреях. В принципе, мы сталкиваемся здесь с первой документально зафиксированной попыткой решения еврейского вопроса и с первым в истории случаем антисемитизма. И, безусловно, в соответствии с тем принципом, который внедрил Рамбан еще в своих комментариях в книге Берешит, Масея Вод, Симанны Баним, деяния предков – это знак для их потомков, для детей, то в соответствии с этим мы много можем вынести и понять из того, что мы изучаем сейчас. Сейчас мы можем сделать выводы по поводу нашей современности, более глубоко и более четко понять процессы, которые происходят и с нами сегодня в нашей действительности. Так восстал новый царь над Египтом, что это мы читали в прошлый раз, который не знал Юсефа и сказал он своему народу, вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас. То есть он не стал указывать на какие-то грехи с точки зрения евреев, не то, что они споили египетский народ, не то, что они обкрадывают его казну, и не то, что они продают Египет иностранным врагом, нет, проблема в том, что он сильнее и многочисленнее, понятно, что объяснили, но имеется в виду буквально сильнее и многочисленнее нас, еврейский народ, потому что никак не мог быть многочисленнее египтян, которые представили страна, которая была великой просто сверхдержавой древнего мира. Имеется в виду, что они многочисленнее, чем мы того на то готовы, многочисленнее, чем мы способны это вынести и выдержать. Слишком их, слишком много для нас. Давайте перехитрим его, а не то, умножится он и случится война, присоединится он к нашим врагам и будет воевать против нас и уйдет из страны. «И поставили над Израилем налоговых инспекторов, чтобы изнурять их тяжкими работами своими, и построил он города-охранилище для фараона Питон и Рамсес». Планы фараона здесь еще в этих стихах, то, что приводится здесь из его речи, в обращении к своим советникам, к министрам, не очень еще ясны. Они проясняются только в дальнейшем, в ходе описания, в ходе повествования, а ясно только самое главное, что самой первой фазой, самым первым шагом было наложение дани на евреев. Если до сих пор они, будучи пришельцами в Египте, они были вполне равноправными со всеми египетскими жителями, скоренными жителями, то здесь на них уже накладывается дань, причем эта дань не денежная, а повинность, то есть требование отработать, работать на страну, работать на фараона. Цель, как говорят наши мудрецы, цель здесь не была экономической. Фараон не думал, что благодаря порабощению евреев он сумеет заработать много денег и достигнет какие-то… В принципе, у египетских фараонов большого недостатка в рабах, в абсолютно дармовой рабочей силе не было. А если он и ощущался, так на то были ежегодные походы каждый раз в год, почти с календарной точностью. Египетские фараоны отправлялись в поход по всем подвластным странам, собирая с них дань, а в том случае, такие случаи безусловно бывали, когда кто-то не платил дань, то тогда фараоны в армии путем применения умеренной или неумеренной физической силы добивались своего, и тогда уже брали людей в плен, их обращали в рабы, и таким образом фараон всегда возвращался из этих своих походов ежегодных всегда, не только получив в тайну, но и с достаточным количеством рабов. В этом большой проблем это не было. Цель была совершенно другая. Цель была именно бороться с тем самым невероятным ростом реверинского населения, которого фараон так опасался. И надежда была на то, что тяжелые условия непосильной работы и трудные условия быта приведут к тому, как естественно можно было бы ожидать, приведут к тому, что рождаемость снизится. Но это не получилось. Здесь вмешались уже высшие инстанции, всевышний здесь вмешался, и, как сказано здесь, но по мере того, как изнуряли, чем больше изнуряли Израиль, тем он все больше размножался и разрастался. Вот это все мы только коротко повторили то, что прошли на прошлом, на предыдущем уроке. А сейчас мы начинаем этот урок, глава 1, посук 13. «И проботили египтяне сынов Израиля тяжкой работой». Тяжкой, сокрушающей работой. Довольно трудно перевести здесь это слово. Может быть, чуть попозже мы внесемся к нему более подробно. Пока что прочитаем лучше весь отрывок целиком. «И делали они горькой их жизнь». Египтяне делали жизнь евреев горькой, каким образом? Тяжелым трудом над глиной и кирпичами и разными видами полевых работ и всякой работой, которые принуждали их с жестокостью. «И повелел царь Египта еврейским поветухам, одну из которых назвали Шифра, другую По, и сказал, когда вы будете принимать роды у еврейских женщин, то наблюдайте у родильного ложа. Если это сын, то умерщвляйте его, а если это дочь, то пусть живет». Но поветухи боялись Бога и не делали так, как говорил царь Египет, а сохраняли мальчикам жизнь. То есть было здесь неповиновение царской указы. «И подвал царь Египта поветуха, сказал им, почему вы сделали это и оставляли мальчиков живых? И сказали поветухи фараону, потому что еврейские женщины, они не как египетские, они так живучи, что рожают до того, как придет к ним поветуха. И Бог благотворил поветуха, и народ умножался и чрезвычайно усиливался. И так как поветухи боялись Бога, то он устроил им дома и повелел фараон всему своему народу. «Всякого новорожденного мальчика бросайте в реку, всякую девочку оставляйте в живых». Вот так первичное порабощение уже превращается в угнетение и даже больше того. Здесь начинается уже не только порабощение, но и горечь жизни под властью египтян. И теперь начнем разбирать этот отрывок уже более подробно. Как вначале сказано и про ботили египтяне сынов Израиля. Слово «бефарах» – слово достаточно тяжелое для переводчиков «бефарах» – этот корень, он означает что-то разбивать на мелкие части. Близкое к нему слово «лефарэл», то есть просто вот растирать в крошке, крошить. Какое это отношение имеет здесь? Мы видим, что уже наши мудрецы, не только современные переводчики, им достаточно трудно это переводить, но уже мудрецы Талмуды тоже давали себе вопрос, как правильно объяснить это выражение. И уже достаточно обычно для нас есть два подхода. Прежде попытаться объяснить «пшат», а затем «драш». «Пшат» означает не буквальное значение, а понятие, что здесь может быть метафорическое выражение. То есть, что, каким образом порабощали. Порабощали тяжелой работой, и эта работа такая, которая просто сокрушает, разбивает человеческое тело. Каждый знает, что тот, кто тяжело-тяжело работал на завтрашний день, он встает, у него ощущение, что все тело разбито. Так люди говорят, у нас это принято так говорить. Кроме того, сокрушающее воздействие на человека оказывает тяжелые условия, это уже давит и на психику, и больше. То есть, здесь сокрушаются не только физические силы организма, но сокрушается здесь еще и личность, сокрушаются здесь еще и психические силы, и устой человека. Поэтому это то, что здесь имеется в виду. То есть, кстати, так раши приводит, какой же здесь пшат – тяжкой, изнурительной, непассивной работой, то есть, таким тяжким трудом, который сокрушает тело. И это соответствует первому значению слова. Парок, то есть, что-то дробить, крушить, ломать. Это пшат. Драж, как известно, он требует буквального понимания. Как это? Что это про обращение бефара? Говорят наши мудрецы, нужно читать это слово. Бефарых, бефе, рах. То есть, его читать как слово составное, состоящее из двух слов. Те, уста, рах, мягкие. Мягкими устами. То есть, про обращение было мягкими устами. Как это мягкими устами? Об этом говорили мы уже на прошлом уроке. То есть, первые шаги к порабощению были вовсе не такими, как можно себе представить, что вдруг объявили евреев незаконными, вдруг объявили их лишёнными гражданских прав и превратили их в рабов. Всё было не так. А поначалу фараон обратился ко всему населению страны с призывом помочь стране в тяжёлую для неё минуту, тяжёлое экономическое положение, разрукать. Ещё что-нибудь. И он сам для того, чтобы воодушевить людей, сам вызвался отработать целый день на настройках и попросил у всех, чтобы все бесплатно работали на настройках. Но евреи не могли стоять со стороны и наблюдать, поскольку они чувствовали себя вполне к тому времени уже патриотами своей новой страны и приняли участие в этом субботнике. И воодушевлённо трудились. И только потом, потом, потом этот субботник повторился ещё раз, ещё раз, ещё раз. В конечном итоге мы объясняли, что теперь это уже не добровольный субботник, а теперь это уже совсем недобровольный. И только субботник, а и воскресник, и вторник, и понедельник, и всю неделю, и так далее. То есть была здесь хитрость применена, и это вполне отвечает тому, что говорит фараон своим советникам. Он не выкладывает им весь свой план действий, но одну фразу он им говорит – давайте перехитрим его. Ну, вот так он и действует. То есть порабощение было бефе, рах, всё это было вполне нежестоко, а именно это было достигнуто через вот такие вот мягкие речи, которыми фараон обращался к евреям, но кончилось всё это довольно печально. И делали горькой они их жизнь, тяжёлым трудом над глиной и кирпичами, и разными видами полевых работ, и всякой работы, которую принуждали их с жестокостью. То есть помимо основной работы на стройке, сооружении и кирпичей, и стройке, помимо этого евреи занимались ещё и всякой полевой работой, и всякими другими видами работы. И повелел царь Египта еврейским поветухам, одну из которых звали Шиф, а другую – Пу. Здесь начинается новый этап, обращение к поветухам для чего, и сказал, когда вы будете принимать роды у еврейских женщин, то вы наблюдаете его родильного ложа. Если это сын, умерщвляйте его, а если это дочь, будет живёт. Но поветухи боялись Бога и не сделали так, как сказал им царь Египта. Поветуху, Тору называет их именами – Шифра и Тор. Очевидно, имена эти нам должны что-то сказать, иначе зачем они приводятся здесь. Но, с другой стороны, с женщинами под такими именами мы встречаемся в первый раз. Тогда зачем же начинают называть эти имена, если мы их никогда раньше не встречали и никогда в дальнейшем не встретим. Достаточно было сказать, что еврейские поветухи, праведные женщины отказались сотрудничать с фараонами, вместо того, чтобы убивать еврейских мальчиков, наоборот, старались сохранить им жизнь. Мудрецы наши говорят, быть такого не может, если они уже здесь упомянуты, то мы с ними либо уже встречались, либо в дальнейшем мы уже встретимся. Случайно упомянутых имен в Торе нет. А речь идет о двух женщинах, которые в дальнейшем мы с ними встретимся. Это, во-первых, это Йохевед, то есть мать Моше, во-первых, Йохевед и его сестра Мирьям. Но если это они, то почему они здесь названы другими именами? Почему они здесь под псевдонимами? Почему называется Шифра и По? Размудрецы, что эти имена здесь, как часто бывает, это не единственный случай в Торе и в книгах пророков, где человек наступает под несколькими именами. Ибо имя оно выражает суд, прежде всего, по отношению к человеку, но выражает его определенный образ поведения, его определенные формы общения, воздействия, действия и так далее, то же самое и здесь. То, что названы они здесь Шифра и По, в соответствии с тем, с той деятельностью и с той ролью, которую они играли, чем они занимались? Принимали роды. Поэтому, говорит Раша, Шифра – это Йохевед. Почему она названа Шифрой? Потому что своей заботой и уходом она благотворно воздействовала на новорожденного. От слова «ле шапперша», «фарша». «Ле шаппер» означает улучшать, хорошо воздействовать. Поэтому это её профессиональное имя. Пуа – это Мирьян, получившая второе имя за что? За то, что она, ухаживая за новорождёнными, разговаривала с ними и ворковала, как это обычно делают женщины, утешая плачущего младенца. Слово само «пуа» происходит от глагола «по-а», «по-э», что означает именно… Это слово означает кричать, поднимать голос, иногда даже орать, громко говорить. То есть вот этот вот говор и воркование, столь привычное для женщин, которые занимаются младенцами, оно здесь выражено в этом имя. Пуа, а имеется в виду известные нам вполне женщины, юхевет мать Муше и его сестра Мирьян. Дальше говорит Тора, но повитухи боялись Бога и не делали так, как, говорим, царь Египта, а сохраняли мальчикам жизнь. Немножко здесь есть автология. Фараон потребовал от них, чтобы они убивали мальчиков, а они не делали так, как он говорил, царь Египта. Что это означает? Что они не убивали, то есть сохраняли им жизнь. Зачем Тора после этого повторяет еще раз, как здесь сказано, они и, ну, повитухи боялись Бога, и не делали так, как говорил он царь Египта, а сохраняли мальчикам жизнь. Понятно, что если они не делали, не подчинялись фараону, то они сохраняли мальчикам жизнь. Что это имеет в виду? Раши здесь приводят со слов мудрецов, что понимать это нужно так, что сохраняли им жизнь и доставляли им пищу. То есть не просто сохраняли жизнь в том плане, что не умерщвляли, нет, а еще и проявляли определенную дополнительную заботу над сохранением жизни, то есть заботились об их пропитании, питье и так далее. Вопрос, где это видно, где это слышно? Если акушерка занимается своим ремеслом, она принимает роды, все это замечательно. Где-то слышно, что акушерка потом еще начинает заботиться и о пропитании детям и дальнейшем. Скорее всего, понимать это надо так. Конечно же, фараон говорил с двумя акушерками совершенно конфиденциально. Мы видим, что он действует хитростью. Он не придал огласки этот свой указ еврейским поветухам. Скорее всего, они тоже никому не рассказывали о том, что фараон от них потребовал. Вместе с тем, жизнь она такова, что самые-самые секретные подобного рода вещи, они рано или поздно тайны становятся явно. Рано или поздно слух о том, что фараон пытался завербовать еврейских поветух, мог просочиться. И если бы случались такие трагические случаи, и выходило бы, что кто-то бы умирал сразу после родов, или даже, может быть, через некоторое время после родов, то та самая худая молва быстро бы связала слухи, которые были о том, что еврейских поветух пытались вербовать, и вот факт, что здесь умер ребёнок, там умер ребёнок. Скорее всего, эти поветухи повинуются фараону. Поэтому, попав в такую ситуацию, они не только что имели достаточное мужество отказаться и не выполнять указ фараона, но и к тому же старались смыть с себя всякие возможные подозрения, делали всё, чтобы, не дай бог, никто из детей не умер, заботились об их пропитании, заботились о сохранении их жизни в особенности. И позвал царь Египта поветух и сказал им, почему вы не сделали это и оставили мальчиков в живых? И сказали поветухи фараону, а потому что еврейские женщины, они не как египетские, они так живучи, что рожают до того, как придёт к ним поветуха. Здесь тоже достаточно сложный для перевода и для объяснения оборот. И в оригинале сказано, почему они этого не сделали. Ки хайот энна? Потому что еврейские женщины, они хайот. Слово хайот, оно сюда как-то совсем не лезет. Какие значения из этого слова хайот? Хайя – это, во-первых, животное, зверь, зверюга какая-нибудь. Причём еврейские женщины не звери, не животные. Второе – хайя, это означает живая, живую. Тоже непонятно. Понятно, что они живые. Если у неё нужно принимать роды, так она живая. Но от того, что она живая, не знает, что поветуха ей не нужна. Любая женщина, которая рожает, она живая, и поветуха ей нужна. Тоже непонятно. Есть ещё третье значение. Это уже правда. В таком значении в Танахе на языке Торы или пророков слово хайя не употребляется. Но в языке мудрецов в Мишне слово хайя означает как раз акушерка, поветуха. Исходя из всех этих трёх значений, мудрецы стараются все три значения ввести так, чтобы объяснить этот пасук, имея в виду все эти три значения слова. А именно. То есть сначала мы привели здесь, они так живучи. А имеем в виду первое и самое простое значение слова хайя, то есть живой. Ну, хайя, потому что они живые, но по-русски будет более благозвучно – живучине. Первое объяснение Раши приводит, что означает хайюты. Она опытные в родовспоможении, т.е. они обходятся без посторонней помощи. Иными словами, каждая из них, она как дипломированная акушерка, сама себе принимает роды, т.е. иными словами не нуждается в акушерке вообще. Это означает не то, что они живучи, а то, что они акушерки, а не все акушерки – это пшат простой. А наши учителя толковали драж. Какой здесь драж? Драж требует, если первое значение, мы поняли слово хайя не буквально, а поняли его как акушерка, то драж требует понимать это буквально. Что такое буквально хайя? Зверь, животное. Какое отношение имеет к еврейским женщинам? Грядно до лица так. Здесь еврейские женщины сравниваются с дикими животными, которые тоже не нуждаются в услугах повитух. В лесу как-то они все, что львицы, что тигрицы, что волчицы, они все рожают как-то сами, без повитуха. А где же они были подобными животным? С каких это пор вообще? А с каких это пор еврейские женщины можно их уподобить диким зверям? В броход, который дал наш пратец Яков всем своим сыновьям перед смертью, там очень часто используются сравнения их, метафорические сравнения их именно с животными. Молодой лев, Иуда. Иуда сравнивается со львом. Это значит, что женщины из колена Иуды, они как львицы, Бенямин назван хищным волком, стало быть, женщины из колена Бенямина, они как волчицы. И затем Юсеф, его сравнили с быком. Дальше есть и легконогая лань, правда. Не все 12 сыновей были сравнены с животными, только часть из них, что уже до тех, о ком он не написан, т.е. он не был уподоблен конкретно животным, то ведь потом Писание распространяет это сравнение на всех, как сказано там, что и благословил их всех. Т.е. каждый из братьев получил все те проход, которые были даже даны каждому индивидуально, они, в общем-то, были даны и всем вместе, только одному в большей степени, а другим в меньшей степени. Так что все эти сравнения с дикими животными, они, безусловно, относятся и ко всем коленам Исраиля, ко всем еврейским женщинам. Поэтому, значит, драж, здесь пшат был такой, что еврейские женщины, они как акушерки, т.е. они не нуждаются в помощи, в помощи акушерок, повитухи им приглашать не нужно, поэтому мы бы с удовольствием выполнили приказ царя, но нас не приглашают, мы сидим без работы, это пшат, драж, что они сказали, что еврейские женщины уподоблены диким животным, которые не нуждаются в повитухах, снова сводятся к тому, что мы бы с удовольствием, но не получается, не выходит. Это объяснение Раши. Дальше сказано, Торо не говорит, как фараон прореагировал на подобный ответ. Поверил ли он и принял это за чистую монету, либо со скрежетом зубовным, поняв, что ему врут, ничего он сказать здесь не может и возразить у него не получается, и он это дело проглотил, не зная, Торо сразу переходит к результатам. То есть, поскольку она здесь даёт описание этого поведения, очень мужественного поведения двух повитух, то сразу говорит, и Бог благотворил повитухам, и народ умножался и чрезвычайно усиливался. То есть, было здесь, по крайней мере, упомянуто какое-то вознаграждение повитухам, не сказано какое, благотворил. Чем благотворил? Смотрим ещё дальше. И так как повитухи боялись Бога, то он устроил им дома. Вот, кажется, есть здесь и объяснение, благотворение. Устроил им дома. Что это значит? Дал им разрешение сделать ещё крытую мансарду или второй этаж пристроить. Что значит, сделал им дома? Как это понимать? Раши устроил им дома. Имеется в виду дом, Пшат здесь не следует понимать дом буквально. Дом, в котором есть четыре стенки и крыши, не то имеется в виду. Здесь нужно понимать дом как династия. Так как говорят о различных династиях, говорят дом такого-то, дом, я не знаю, Авдель, дом Романовых, и цвету, династия. То вы сами здесь. Что значит, устроил им дома? Он устроил династии священнослужителей, куанин и левитов, и царей, которые называются домами. Как написано, с каких пор мы видим, что у нас, в нашем языке Торы, династии называются домами? Возводить дом Господа и дом царский. Так сказано в Танахе. Что это означает? Династии куанин и левим, от кого произошли? От Йохевет. От Йохевет родились Муше и Аарон. От Аарона произошли в дальнейшем все священники, коины. И левиты, не сыновья Аарона, сыновья Муше, они присоединились к левитам. Стало быть, родословные династии коинов и левитов, они идут от Йохевет. А что касается Мирьян. От Мирьян уже происходит царство. То есть, если мы проследим внимательно всю генеалогию, все генеалогическое древо царя Давида, происходившего из колена Иуды, то мы увидим, что по женской линии он расходит к Мирьям. Таким образом, Мирьям, она стоит у истоков династии царя Давида. Так следует понимать то, что сказано здесь, что Бог благотворил повитухам и устроил им дома. Сразу же Тора переходит к следующему шагу в политике фараона и повелел фараон своему народу, всякого наврожденного мальчика бросайте в реку, а всякую девочку оставляйте в живых. Происходит ли здесь изменение? До сих пор мы видели, что фараон действует скрытно, хитр, с хитростью. Так он начал. Все началось с того, что он сказал, давайте мы ухитримся против него, будем действовать с хитростью. Здесь казалось бы, что он меняет курс и повелел фараон всему своему народу, всякого наврожденного мальчика бросайте в реку. Приваяем здесь еще один вопрос. Вопрос задает Рамбан. Задает он его намного выше. Мы к этому вопросу Рамбана подходим только сейчас, именно потому что у Рамбана свой специфический подход к комментарию Тор. В отличие от Раши. Раши, его методика такова. Он останавливается на каждом непонятном слове, на каждом непонятном выражении, предложении и локально комментирует его. Иногда привлекая, скажем, там, где есть противоречия, там, где две фразы противоречия друг к другу, и они находятся в разных местах, Раши их привлечет. Но принцип его, прежде всего, он, комментарий всегда локальный, на месте, дробит текст на предложения и рассматривает их по предложениям и по отдельным словам. В отличие от Раши, Рамбан пишет совершенно иначе. Он смотрит на текст с высоты птичьего полёта, берёт сразу целый массив большой текста, собирает целый ряд вопросов, целый ряд сложностей, которые есть в этом тексте, и выдаёт комментарий, в котором он решает проблемы вот всего этого массива. В дальнейшем этот метод находит самое полное своё выражение в комментариях более позднего комментатора Дамницхака Барбанеля. Он, причём, с точки зрения методики, он ещё все вопросы, он берёт один кусок большого текста и собирает все вопросы вначале, все их записывает, а потом начинает давать один комментарий и как бусины на ниточку нанизывает ответы на все вопросы. Рамбан так не делает. Он обычно начинает с одного вопроса, хотя на самом деле у него их накопилось много. Начиная с одного вопроса, он рассматривает сразу большой массив текста и выдаёт одно объяснение, большое-большое полотно, а тот, кто внимательно его изучает, он видит, как постепенно разрешаются ещё целый ряд вопросов, которые Рамбан вначале им не задал. Так вот, Рамбан ещё в самом начале текста, там, где говорится, что фараон сказал своим советникам, давайте ухитримся против него, вот там Рамбан и задаёт этот свой вопрос. Вместо того, чтобы пересказывать, лучше я его почитаю. Вопрос очевидный. Почему? Напрашивается сам собой. Почему фараон, властитель, неограниченный правитель огромной колоссальной страны, власть которого почти безгранична? Почему ему нужно ухитряться против евреев? Почему просто не отдать приказ и с ними разберутся? В чём дело? Почему он должен действовать так хитростью? Почему он должен приглашать к себе повитух, заниматься, перешёптываться с повитухами, давать ему какие-то указы? Почему он там действует странно? Вот ответ Рамбана на этот вопрос. Фараон и его советники не могли отдать приказ убить их, поскольку это было бы великим преступлением без причины погубить народ, пришедший в страну с разрешения предыдущего царя. Да и жители земли не позволят совершать такое злодеяние, а с ними он советовался. Вдобавок, сыновья Израиля, многочисленный сильный народ ему смогут постоять за себя. Поэтому фараон сказал, что надлежит действовать хитростью, чтобы евреи не заподозрили вражду к себе и поэтому установил для них налог. Ибо так принято, чтобы пришельцы платили налог царю. Так это было и ушло, мол, царя ушло, мол, Танеш. А после этого тайно велел повитухам убивать во время родов мальчиков, так, чтобы даже матери не догадывались об этом. А потом заповедовал своему народу всякого новорожденного сына бросайте в Нил. Он не хотел приказывать своим палачам, чтобы они убивали евреев или бросали детей в Нил. А сказал народу, чтобы каждый, обнаружив еврейского ребенка, бросил его в нем. Если отец ребенка возопит царю или градоначальнику, то ему скажут, чтобы он привел свидетелей, и виновный обязательно будет наказан. А как только фараон предоставил египтян свободу действий, многие из них стали тайно проникать в еврейские дома по ночам и выносить детей, поэтому сказано, не могла дольше его скрывать. Арамбан указывает три причины, которые и привели фараона вот к такому образу действий. Три причины, по которым он не мог отдать приказ своей армии или полиции, или тайной полиции разделаться с евреями. Мы сейчас прочитаем это внимательно и изучим все то, что он говорит, потому что это чрезвычайно ценный комментарий. Так самое первое. Фараон и его советники не могли отдать приказ убить их, поскольку это было бы великим преступлением. То есть это вероломство. Люди так не делают. Вероломно, без причины, просто так, как убить народ, пришедший в страну с разрешения предыдущего царя. Не просто какие-то нелегальные иммигранты, которые просачиваются через границу. Нет, они пришли с разрешения предыдущего царя. И все по закону. Взять сейчас вдруг, ни с того ни с сего, взять их и перебить. Это преступление. Первый вопрос очень странно. С каких это пор тираны и деспоты типа фараона обращают внимание на преступления и так далее? Перед нами же на самом деле как в дальнейшем выясняется личность фараона. Ну, тиран, деспот и мерзавец в общем. Ему это важно. Ему это не хочется запятнать себя преступлением. Взбуждает Романда, конечно. Да потому что люди, которые совершают самые-самые ужасные действия в жизни и в истории. Люди, на совести которых лежат многие преступления, все-таки, все-таки, в конечном итоге они остаются людьми. И осознавать то, что они творят преступления, для них тяжело. иногда людям хочется, им кажется, что если есть люди, которые делали жуткие-жуткие вещи в истории, совершили, люди, на совести и ответственности которых лежат тяжелые преступления, это какие-то исчадия ада просто. Просто отребья, отбросы рода человеческого иногда так говорят. Например, каждый раз, когда в нашей стране упоминают злодеяния фашистов во Второй мировой войне, обязательно пользуются всякими этими словами отребья, отребья человечества. Это еще оттуда идет хилатамина инуши и так далее. Тот, кто внимательно познакомится с историческими данными, познакомится с фотографиями, с кинопленками, на которых засняты те самые люди, которые все это творили, он видит ужасающую вещь, то, что называется сегодня банальностью зла. Те, кто творили все эти вещи, они люди, такие же, как все. Они не исчезли, они обычные, нормальные люди, которые творили преступление. Человек обычный, нормальный может сотворить преступление. Да, поставьте его в определенные условия и он это сделает. Но человеку этому все равно всегда, сколько бы он на свою совесть не взял уже преступление, ему всегда это неприятно. Мы видим всегда люди стараются скрыть свои преступления. Большинство людей, совершавших жуткие преступления, они ими не хватятся. Если, как говорил тот сам Рамбан, Масея то, что случилось с нашими предками, это знак их потомкам, посмотрим, если мы сегодня возьмем учетные книги концентрационных лагерей времен Второй мировой войны, даже больших концентрационных лагерей, в которых погибли десятки и сотни тысяч людей, мы не найдем там указания на то, что люди уничтожались. Все записаны с немецкой пунктуальностью человек, имя, фамилия, его номер, который он получил как арестант лагеря, и против него будет записано уничтожен при попытке к бегству, расстрелян за воровство, умер от болезни, умер от тифа и так далее, и так далее. А где сотни тысяч людей, которых отправляли в газовые камеры, нету таких. Вот очень интересно, а что немцы стеснялись того, что разве они не говорили со всех возможных трибун о том, что они собираются заниматься окончательным решением еврейского вопроса и так далее, и так далее. Да, при всем при том, хотели заметать следы. После всех расстрелов в Бабье Миру, что немцы сделали перед тем, как отступить из Киева, привели туда зондеркоманду, начали раскапывать могилы и сжигать трупы, заметали следы. Какое вам дело? После всего того, что сделал, я сделал. Не в состоянии, не хочется, не хочется, чтобы люди другие видели в них преступников. Даже если они готовы брать на себя, на своей совесть эти преступления, но ощущать себя преступником очень не хочется. Поэтому и фараон не в состоянии, психологически не в состоянии пойти на подобный шаг. Взять и без всякой причины, а причины-то нет, и не в чем обвинить евреев, ничего плохого они не сделают, никакой причины нет. За что, чего, ни с того, ни с сего взять и просто так уничтожить, ни в чем неповинный народ, фараон не в состоянии. Поэтому это первая причина, чтобы избежать стыда и психологических ограничений, фараон не идет на этот шаг. Дальше. Вторая причина. Да и жители земли не позволят совершить такое злодеяние, а с ними он советовался. И снова. На первый взгляд, слова рамбана довольно странные. Перед нами совершенно неограниченный правитель. С ними он советовался. Ведь это же только при демократическом правлении правитель зависит от общественного мнения. И сегодня, как наш правитель, только сегодня он скажет одно, завтра его начинают хаять в газетах, послезавтра он тут же берет свои слова обратно и объясняет, что он совсем не это имел в виду, его неправильно поняли и так-так-так-так-так. Фараона не было ни утренних газет, вместе с тем говорит рамбан. Не так. Даже такой самодержавный, самовластный правитель, как фараон, и он тоже хоть немного зависит от общественного мнения. И ему в чём здесь дело? Ему необходимо для того, чтобы провернуть подобного рода операцию, как уничтожение евреев, для этого нужно было сотрудничать, нужно было, чтобы люди граждане его собственной страной помогали. А сейчас фараон не видит такой возможности, что им будут помогать, потому что если вдруг завтра объявят, что будут убивать их соседей, с которыми они живут рядом, с которыми у них общие дела, и с которыми они каждый раз приходят одолжить по солнечному маслу и чесноку или ещё чего-нибудь, и одолжить у них деньги, помогать их уничтожать, ему здесь помогать не будет. И фараон это хорошо понимает. Снова было достаточно прецедентов и в наше время, мы знаем, что обсуждая планы уничтожения евреев, нацисты пришли к выводу, что не следует уничтожать евреев, западноевропейских евреев, западноевропейских от населения там получено не будет. Лучше транспортировать их, конечно, немножко накладно уже будет железной дорогой везти их в Польшу и в Литву или в Белоруссию или на Украину, но это куда лучше, потому что там, в этих местах, в Литве и в Польше, там местное население, безусловно, может оказать содействие. Это второй фактор. Фараон боится, что необходимое для него содействие своего собственного народа в уничтожении евреев он не получит. Третий фактор. Вдобавок, сыновья Израиля, многочисленный и сильный народ и смогут постоять за себя. Значит, здесь понятно, что эти люди, пусть они, может быть, люди миролюбивые, если их начнут убивать, то они не пойдут на заклание, они будут сопротивляться. Конечно, фараону не было сомнения, что его армия сможет разделаться с этими пастухами довольно быстро. Зачем это надо? Зачем нужны все эти уличные бои и так далее? Лучше сделать по-другому. Лучше усыпить их бдительность, проработать их психологически так, чтобы привести их в дальнейшем к тому, чтобы они не сопротивлялись. Фараону это, как мы увидим, сейчас удалось. Да и фараонам 60 лет недавности это тоже удалось. Удалось уцепить полностью бдительность. Мы знаем, что и у нацистов, и нацистам это удалось, им удалось проработать еврейское население так, что случаев сопротивления почти не было. И в следующих этапах еврейской истории это, в общем-то, тоже у многих получалось. Итак, какой же план разрабатывает фараон? Поэтому фараон сказал, пишет Рамбан, что надлежит действовать хитрости, чтобы евреи не заподозрили вражду к себе. И поэтому установил для них налог, ибо так принято, что пришельцы платили налог царю, как это было ушломано, самый первый шаг, он соответствует всем критериям, он просто объявил, что отмене евреи, пришедшие в Египет должны будут платить дань, трудовая повинность, нормально, никакого здесь преступления, ничего подобного здесь не было, это вещь вполне принятая во многих странах, во многих странах, никто это не рассматривает ни как грабеж, ни как преступление против человечества, нормально, пришельцы, они платят дань, нормально, и евреи не восприняли это как какой-то шаг против них, как антисемитизм или что-нибудь в этом роде, не видели, что кто-то под них подкапывается, но самое главное было здесь достигнуто еще, три причины было, значит, первой, преступления здесь никто не увидит, у фараона чистая совесть, это речь совершенно принятая, евреи не увидят здесь подвоха, тоже потому что совершенно принятая, а свое собственное население, а вот здесь самая главная штука, ему необходимо изменить отношение своего собственного населения, превратить египтян из хороших соседей евреев в антисемитов, как это делается, техника сегодня называется делегитимация, то есть выведение определенной группы за рамки закона, за рамки вообще человеческого общества, сначала эта группа очерчивается, это они, мы и они, до сих пор все были вместе, жили на одной улице, евреи, как мы говорили когда-то, выехали из той добровольной черты от теплости, которая им была приготовлена, и расселились по всему Египту, все соседи, все общее, все вместе, не, они, мы, это мы коренные жители, а они пришельцы, они должны платить налог, они должны, у них трудовая повинность, почему они пришельцы, они не такие, как мы, очертили их, и четко есть уже, мы они, мы они, это первое, второе, сам тот факт, что на них начинают, что их лишают прав, и накладывают на них различные повинности, которые основное население не несет, постепенно, постепенно в сознание людей внедряется, что это люди второго сорта, третьего сорта на них не распространяются ни законы страны, ни права гражданина, ни понятия человеческой морали, это они, они другие, это не мы, и вот это тоже достиг фараон тем, что наложил вот эту вот дань повинности на евреев, и скоро мы увидим, насколько хорошо было это продумано, и как это было психологически точно сделано, как это сработало, а после этого он тайно повелел поветухам убивать во время родов мальчиков, так, чтобы даже матери не догадывались об этом, об этом вообще никто не поймет, или что происходит, ну, немножко повысилась статистика мертворожденных детей, да, конечно, вы знаете, в египетских больницах там сепсис, там тяжелые санитарные условия, там всякие заразы и прочее, правда, странно, почему-то это в основном касается мальчиков, но это тоже может быть найти объяснение, все будет тихо, и даже если кто-то поймет, что что-то здесь гнилое, что не может так быть так много мертвожденных мальчиков, но никто это не отнесет фараону, сделают комиссию, начнут таскать чиновников из Министерства здравоохранения, того повесят, еще кого-нибудь подождать, но кто это свяжет с фараона, чушь, не может такого быть, чтобы фараон занимался такими делами, нет, а потом, и вот здесь вот самая-самая точка важной, а потом заповедовал своему народу всякого новорожденного ребенка бросайте в Нил, он не хотел приказать своим палачам, чтобы они убивали евреев или бросали детей в Нил, то есть, если вы думаете, что то, что сказано всякого новорожденного сына бросайте в Нил, что это был приказ, который получила египетская полиция или египетская тайная полиция, нет, что подолг, это был пущенный очень искусно слух, который неизвестно, откуда он взялся, но создалась такая обстановка, в которой было понятно, что, чтобы каждый, обнаружив еврейского ребенка, бросал его в Нил, то есть, понятно, что если обычный, простой человек, если ты выходишь на набереж, и ты видишь еврейский ребенок где-то там играется в песочек на берегу реки, то есть, нужно посмотреть направо, как при переходе улицы, потом налево, потом еще раз направо, если никого нет, то и бросил туда. Продолжает рамбан, если вдруг человек будет неосторожен, дурак какой-нибудь не посмотрит хорошо направо, налево, его засекут, и если отец ребенка воззапит к царю и городоначальнику, то ему скажут, что он прибыл свидетелей, конечно, Египет это страна правовое государство, у нас все, у нас закон, у нас право, у нас власть, у нас суд есть, безусловно, но нельзя же просто по обвинению отца приговорить человека за убийство, для этого должны быть доказательства, свидетели должны быть, приведи свидетелей, ну, где же найдешь свидетелей, когда люди же все это делают тайно, втихаря, так, чтобы не увидели, ну, если даже будет такая штука, будет какой-то облом, и придут свидетели, ничего, свидетели потом исчезнут, один попадет под поезд, второй утонет в бассейне, третий отравится, еще чем, свидетели не исчезают, а если даже не исчезают, ну, начинается субъектно, крыльными словами, скажут ему, чтобы он придел свидетелей, и виновный будет наказан, ну, понятно, что люди будут ходить безнаказанно, то есть то, что фараон здесь сделал, это не то, что он объявил официально, не было никаких, как во времена царя Хашвироша и Амана, когда были вывешены плакаты на площадях, и все знали, что в дальнейшем что-то произойдет, ну, здесь ничего не было, не было никаких плакатов, никакие царские герольды не объявляли, никаких указов, но создалось ощущение того, что эта вещь безнаказанная, то есть, если ты кого-то из евреев прибьешь, пришьешь, то сойдет тебе это с рук, безнаказанность, безнаказанность еще больше внедрила в сознание людей, что евреи это не просто второй сорт, а это уже третий, четвертый сорт, за убийство египтянина накажут, убийство еврея сойдет с рук, то есть, это не то, что совсем, конечно, будет и суд, будет и следствие, будет и, в итоге отпустят за неимением улик, или даже, может быть, если посадят, то через три дня выпустят за хорошее поведение или еще что-нибудь, и сама-то вот эта вот безнаказанность, она-то и была тем самым, тем самым, той самой информацией, исходящей от власти, что можно это сделать. Продолжает дальше Рамбан. И как только фараон предоставил египтянам свободу действий, многие из них стали проникать тайно в еврейские дома по ночам и выносить детей. Как только стала эта безнаказанность, стала очевидна, то здесь египтяне уже вошли во вкус. Быстрое изменение. Вчерашние хорошие соседи, с настолько хорошими соседскими отношениями, что фараон боится, что его народ не будет сотрудничать с ним, если он даст приказ уничтожить евреев. Сегодня, после вот такой психологической обработки, когда евреев выделили в такую вот группу, отдельную от всех, лишенную прав или людей, на которых не распространяются понятия морали и так далее, теперь уже египтяне с удовольствием занимаются охотой на еды евреев. Уже не ограничиваются тем, что поймав еврейского ребёнка, играющего в песочек где-нибудь на берегу реки и выбрасывают его в воду. Нет, они уже их выслеживают, вкрадываются, влезают в еврейские дома по ночам, выкрадывают оттуда детей. Это уже пошло, это уже удовольствие пошло. так уж опять понимается. В ряде, интересно, в ряде литовских городов местные жители в 41-м году даже немцев не дождались, уничтожили евреев ещё за день, за два до того, как немцы пришли. Так уж было. Не втеп... Чего ты, чего тебе? Придут немцы, всё будет... Не терпится уже. Совсем другое. Совсем уже не терпишь. Продолжает дальше Рамбан. И представляется, что такое положение дел, когда происходили вот эти вот убийства, продолжалось совсем недолго. Почему? Откуда он это знает? Ибо при рождении Арона, заглядывая вперёд, мы знаем, что вот эта вот ситуация, когда бросали детей в воду, была связана с рождением Муше. Но ведь Муше у него были и старший брат, и старшая сестра. При рождении Арона этого ещё не было. А разница между ними всего несколько лет. А после рождения Муше уже прекратились. Быть может... Почему это прекратилось? Быть может, дочь Фараона, которая спасла Муше, сжалившись над Муше, попросила у отца, чтобы этого больше не происходило. Или же просочились слухи, что истребление младенцев совершается по воле Фараона. И он тотчас же отменил свой указ. Концы в воду. Сновной принцип. Фараон не хочет оставлять следов. Пока всё шло тихо. И пока это рассматривалось как спонтанное возмущение народных масс против евреев. Порядок. Нормально. Но как только стали ходить слухи, что это инспирировано свыше, что капает всё это свыше, тут же убрать и прекратить моментально. Тут же начали наказывать тех, кто убивал евреев, посадили нескольких какого-нибудь, чего и повесили. Всё, тут же всё прекратилось. Всё тихо. Концы в воду. Конечно, вспоминая современные события сегодня, историки говорят, с одной стороны, вроде бы ясно, что Сталин в конце жизни планировал расправу над евреями. Но с другой стороны, говорят историки, в сегодняшних архивах ничего нет. Нет ни одного решения власти, ни одного резолюции, ни одной. Конечно, нет. И не будет. И никогда не будет. Такие люди всегда постараются не оставлять следов. Самый первый из них фараон. Он их главный учитель. Как только просочились слухи о том, что истребление младенцев совершается по воле фараона, он точно же отменил свой указ. Также возможно, есть ещё одна возможность, что всё делалось по советам астрологов, как это объясняют наши мудрецы. Об этом отдельно, но в любом случае на протяжении длительного времени фараон действовал с хитростью. Чтобы его причастность к гладеяниям не открылась, фараон должен был оставаться вне всяких подозрений. Это действуют всякие люди, хулиганы, может быть, даже какие-нибудь местные начальники местного характера, но ни в коем случае не центральная власть, не фараон. Поэтому-то евреи сказали, и здесь Ромбан решает ещё одну серьёзную проблему. В конце раздела шмот. Когда уже Мушей направляется к фараону и требует от него отпустить евреев, фараон, выслушав его, поднимает его на смех, а потом решает, что если у евреев есть идея о том, что они хотят уйти и служить Богу, это значит, они не слишком заняты на работу, поэтому нужно им только дать побольше работы. И тогда сказано так. И встретили мужей Аарона те, кто стояли напротив них, когда они выходили из фараона. Имеется в виду, что старей жены Израиля, те, которых наказывали и били за то, что евреи не выполняли повышенные нормы выработки кирпичей, они столкнулись с мужей Аароном у входа во дворец фараона. И сказали «Взглянет Бог на вас и осудит за то, что вы сделали нас омерзительными в глазах фараона и в глазах его слуг, за то, что вы вложили меч в их руки, чтобы убить нас». То есть старейшины Израиля обвиняют здесь надсмотрщики обвиняют здесь мужей Аарона в том, что они спровоцировали ужасную вещь, в том, что они вложили своими требованиями отпустить евреев для того, чтобы служить Богу, они спровоцировали вот такое отношение власти и вложили меч в его руку. Спрашивают задачи, как можно так обвинять мужей Аарона? Аарон уже давным-давно занимается тем, чтобы извести всех евреев и давал все эти приказы про то, чтобы убивать еврейских младенцев и во время родов и выбрасывать их в реку и так далее. Так почему они сейчас обвиняют, что вы, мужей Аарон, вложили фараону меч в руку, чтобы уничтожить нас? Ответ простой, говорит Рамба. Поэтому-то евреи сказали мужей Аарону, вы сделали нас отвратительными в глазах фараона и в глазах его слуг. Вложили в их руки меч, чтобы нас они убивали. В этих словах было заключено следующее. Теперь египтяне станут ненавидеть нас еще сильнее, обвиняя в том, что мы выстаем против власти фараона и перебьют нас мечами у всех на глазах, ведь у них больше не будет нужды прибегать хитрости. До сих пор они действовали только скрытно, до сих пор хитро, а теперь после того, как есть требования отпустите нас, теперь уже можно сбросить, перчатки можно уже снять и можно уже действовать открыто. В этом и обвиняют надсмотрщики евреев. Были здесь вопросы в ходе урока. Вероломно люди так не делают, похожи на действия России в некоторых местах. Может быть. Почему евреи не протестовали? Почему они не протестовали, это уже мы объяснили, именно просто потому, что здесь была очень хитрая психологическая обработка. Они не чувствовали, что они попадают в болото, они залезали в болото медленно, 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 ощущая наоборот, что они вовсе даже ничего вроде плохого не происходит. Именно так в дальнейшем действовали и нацисты. Окей, на этом мы урок сегодняшний заканчиваем, а уже о том, как развивались события, дальше будем говорить на следующей неделе.